Все присутствующие, мы начинаем нашу девятую международную научно-практическую конференцию «Боевое искусство и спортивное единобойство. Наука, практика, воспитание». Слово для приветствия участников, представляется, проектору по научно-исследовательской работе Марии Владимировне Жеевне. Доброе утро еще раз всем участникам. Но хочу сказать, что конференция девятая, она выросла в настоящее время, уже до уровня международной конференции. И это действительно говорит о том, что востребована информация, которая обсуждается на этих конференциях. И она уже предлала такой статус, который позволяет обсуждать не только проблемы, как и общероссийские, но и на международном уровне. Оплатить весь спектр, который связан как раз-таки с подготовкой спортсменов в боевых искусствах и особенно спортивных единоборствах. Если обратить внимание на название конференции, то здесь «Наука, практика, воспитание». То есть, как видим, сразу даже в названии видно прикладность того, что научные исследования, которые проводятся на кафедре, научные исследования, которые проводятся в специализированной научно-исследовательской организации, они действительно востребованы. И как раз вот задача этих конференций, все то, что ученые наработали на кафедре, на других организациях, донести до практики всем, чтобы повысить эффективность спортивной подготовки. И очень важным моментом здесь, поскольку и боевые искусствы, и спортивное единоборство – это такой как бы группа специфических спортов. Мы наших спортсменов оснащаем таким арсеналом, который нужно, в принципе, правильно использовать. И вот здесь важный момент – воспитание, да, это вот как раз то, о чем мы сегодня говорим, чего нам, к сожалению, сегодня во многом не хватает. Воспитание спортсменов, патриотизма, духовности, нравственности, восставивания интересов страны, семьи, кафедры, университетов. То есть вот единение людей как раз-таки на основе честной, конкурентной борьбы, когда именно на спортивной площадке, на спортивном послалище мы сравниваем, доказываем, кто лучший, кто сильный, кто умный, кто быстрый, кто выносливый, кто трактически более грамотный. И поэтому вот такое сочетание, оно действительно говорит о том, что и наука, и практика, и особенно воспитание человека через спорт – это сегодня вот та стезя, которой все физкультурные вузы должны заниматься, и, конечно же, воспитание берет большое внимание. К сожалению, мы видим очень много примеров, когда сила, когда искусство, и боевое, и какое-нибудь другое еще применяются в их назначении. И вот задача, в том числе и кафедры, и студентов, и эспирантов, и эспирантов, и преподавателей направить вот эти все умения, навыки именно на достижение высоких спортивных результатов. Ну, конечно же, без практика, без помощи ученых, которые больше, наверное, владеют современными наукоемкими технологиями, вот сейчас обсуждают с преподавателями, есть варианты новых таких портативных приборов, которые позволяют в полевых условиях оценивать различные аспекты подготовки спортсменов. Есть такие сейчас коврики, вчера в Новогорске со сборной, когда он было тестировали, портативные, можно брать с собой, использовать для контроля подготовленности. То есть ученые, конечно, отслеживают новые достижения, технологии, методики и так далее, и помогают адаптировать их к своим условиям, к своим спортсменам, для того, чтобы, опять же, повысить эффективность подготовки. То, что мы сегодня не принимаем участие в большом целительном соревновании, в том, что спорт не развивается, не продолжает готовить спортсменов, наши тренеры, спортивные команды. Мы все равно должны понимать, что спорт – это вещь, которая социализирует людей, дает им какой-то уровень социальной защищенности, социальной интеграции, вообще по всем видам спорта. И, опять же, он объединяет людей, которые действительно понимают ценность, духовную ценность и ценность вообще спорта как такого серьезного социального явления. Поэтому мы рады, что эта конференция продолжается, а на следующий год у нас будет десятка уже, видимо, юбилеев, и мы ее отметим еще с большим размахом, конференцию. Поэтому всем участникам хорошая работа конференции, новых интересных идей, докладов, обмена мнениями. В конце, наверное, будет резолюция какая-то, потрясающая, которая определит направление дальнейших исследований. Успехов в работе конференции! Спасибо. Сейчас с приветственным словом у нас выступит Юрий Ильич Орлов, заведующий кафедрой теории методики восточных боевых искусств. Юрий Ильич, на лице нажмите. Нет, есть, есть работа. Нет, есть, есть. Вот. Спасибо. Уважаемые коллеги, на правах руководителя оргкомитета нашей конференции, позвольте приветствовать вас и пожелать вам благотворной работы на нашей девятой научно-практической конференции, в этом году получившей статус международный. Ну, должно быть, вы знаете, что указан президент Российской Федерации, 2024 год в России объявлен годом семьи. Спортивное сообщество в полной мере можно считать своего рода семьей. Основой семьи является, как мы все знаем, женщина, на плечах которой лежит и сохранение, и развитие членов этой семьи. Поэтому я сегодня очень коротко хочу сразу передать слово Ларисе Геннадьевне, дарющикой федерации федерации современной федерации стрелковых видов спорта, на плечи которой легла основная нагрузка по подготовке к конференции и ее приведению. Спасибо. Без его поддержки я бы ничего не сделала. Тем не менее, наша конференция проводится уже в девятый раз, и начало ей было положено в 2016 году, когда мы были еще одной кафедрой, кафедрой теории методики хитровальной, современной федерации Бори и восточных боевых искусств. Несмотря на то, что в настоящее время мы стали отдельными самостоятельными кафедрами, традиция проводить эту конференцию сохраняется в объединении наших интересов к спортивной науке. Мне очень приятно присутствовать здесь ведущих специалистов в области восточного боевых искусств и спортивных единоборств. Всех, кто разъедет за их развитие, стремится усовершенствовать в процессе подготовки новых чемпионов на всех уровнях спортивного пространства. Спортивная наука является катализатором развития спорта и объединяет усилия ученых, тренеров и специалистов, участвующих в подготовке к успешной соревновательной деятельности в наших видах спорта. В настоящее время жизнь требует от специалистов поиска новых подходов к методикам функциональной и технико-тактической тренировке спортсменов на всех этапах подготовки. Наша конференция проводится для того, чтобы не переставать открывать для себя новые знания, которые потом нужно было бы реализовать в практической деятельности. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и профессиональных успехов. Спасибо. Уважаемые коллеги! Конференция действительно имеет очень хорошую эволюционную подготовку и уже к началу работ конференции уже издан сборник. Я думаю, многие потом с ней смогут познакомиться. И в этой связи как раз хотелось бы зачитать приветствие участникам конференции от руководителей федерации, которые как раз-таки занимаются детями-то виду спорта. Обращаю внимание, что в данном случае приветствие участникам конференции поступило от президента Федерации каратэ России ЦОЯ и от имени федерации собракать организаторов, участников и гостей конференции, которые проводятся с целью обобщения результатов научного поиска и практического опыта тренеров и специалистов в видах спортивных единоборств и восточных боевых искусств. Уверен, что конференциях, рабочих, которые примут участие известные российские зарубежные специалисты в области теории методических боевых искусств, спортивные психологи и физиологи, представители спортивной общественности и органов власти, пройдет в созидательные и творческие атмосферы. Желаю всем удовлетворной и содержательной работы, укрепления интеграционных связей и установления новых деловых контактов, способствующих использованию передового опыта развития боевых искусств и спортивных единоборств России и в мире. Успехов и всего самого доброго! Такое же приветственное слово поступило президентом Федерации фехтования России Мамедова. И от лица Федерации он также рад приветствовать всех на этой конференции. И спортивная наука, отмечает автор, является катализатором развития спорта и объединяет усилия ученых, тренеров и специалистов, участвующих в подготовке к соревнованиям по разным видам спортивных единоборств и восточных боевых искусств. Желаю также всем участникам удовлетворной работы и дальнейших успехов в профессиональной деятельности и подготовке спортсменов, достигающих наибольший результат. И, конечно же, в качестве основного организатора есть приветственное слово нашего ректора Сергея Геннадьевича Серанова, который говорит также, что отмечает, что в нашем музее работают заслуженные педагоги и ученые, передающие свои профессиональные знания и практические опыты, обучающиеся здесь, в этом университете. В дальнейшем, в узкой профессиональных будущих тренеров, которые в своей педагогической деятельности будут реализовывать полученные знания, умения и навыки. И конференция проводится для того, чтобы обобщить современный инновационный опыт по организации тренировочного процесса, направленного на вызывание побед на всех этапах подготовки спортсменов. А в настоящее время рост спортивного мастерства невозможен без учета последних достижений науки и практики, без изучения междисциплинарных и международных связей, по использованию прогрессивного опыта исследователей и специалистов в видах восточных боевых искусств и спортивных киномостров, а также включая служебный боевый подготок сотрудников силовых ведомств. Как видите, поддержка с федерацией и соответствует организаторов университетов, конечно, возлагает на конференцию, на ее участников не только радостное событие, но и ответственность, потому что мы должны обмениваться опытом для того, чтобы развивать наши виды сперта и добиваться много подробностей. Спасибо.